Готово Нургиза Музафарина Вам знаком этот человек? Я Плохо понимаю русский А как же вы кассером работаете? И кто это? Леонид Работают в Армуре Я хочу сделать письменное признание Садитесь Пожалуйста То есть хотите как бы признаться не под грузом улик? Да Вот так От души От раской Хорошо Ну хотя бы из вежливости Скажите, вам знакома Нургиза Музафарина? Да В микрофон Да, знакома Ну, слава Богу Я тоже хочу сделать чистое сердечное признание Да что ж за день у нас ведь такой Хорошо, пишите А я пока отведу Леонида Борисовича Ну я же сам Конечно, сам Правда, мы немножечко попотели Огромное учреждение полгода пахало, чтобы впаять какому-то Фридману десятку Гора родила мышь Или родила, как правило Я не знаю Вот если бы двоих бастролёров подать в статью Подожди Леонид Ильич Подожди Да кто ж работать-то будет после всего этого? Слушай, ну ты наглядь Я? Я с тобой буду работать И ты мне каждую копейку отработаешь, которую спер Ну так как? Очень хотели солистов Ленинградского мюзикола, но... Но это пока не точно, но... Ну, ну, а вы скажете, кто нужен? Я готов помочь, я готов сотрудничать, но нужна конкретика Ленинградского мюзикола-то не поможет Это насмешка Вы знаете, я ведь могу кого угодно Любого, любого из народных Большие коллективы Я просто знаю, какой уровень вас интересует Высос... Высос? Привет Добрый день Всего доброго, Леонид Ильич Виктор Михайлович Вы сказали, Высоцкин, но это... Это ты сказал, Высоцкий Виктор Михайлович Виктор Михайлович Здравствуйте Здорово 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 Привет, Семенович А говорят, ты в больнице А я вот он Юр, можно тебя доброслав Сколько я сам с этим хлопушей учился Тут надо Вот правильно, что куришь Загони себя и пусть шеф тебя тучит Когда почувствуешь, все больше не могу Прыгай вперед, как спиртная Толкайся и лети И не думай, что ребята тебя поймают Это и дела меня по разу не поймают А, и что? Лети Они два Ну да Это, динь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто просил? Сюда, пожалуйста. Сюда, проходите. Ну, вот, Владимир. А мне говорят, он в очереди стоит. Привет. Здравствуйте. Ну, что же я с тобой, Владимир? Обстановочка. Обстановочка? Надеюсь, что я несу. Обстановочка. У нас ремонт. Я принес характеристику с места работы. Мне говорят, какие-то проблемы с откидой. Вот твоя автобиография. Заявление на выезд за рубеж. Рубль тебе. Старый. На машинке теперь требуется. Я напечатал. Подписывай. Да у меня своя. Вчера по ежевским концертам вашим двоих арестовали. Оба сдают тебя. Думаю, ты их вытащишь. Так что теперь твоя поездка в Париж может оцениваться как попытка укрыться от следствия. И что там не дел? Что делать? Не нажимай себе неприятности. В Узбекистан ехать не надо. Наверное. Воздержися концертам. Тем более от левых. Хотя бы на год. А эта партизанщина плохо кончится. Время изменилось, Павел. Олимпиада на носу. Я напряженный. Не еду я в Узбекистан. Я еду в Париж. Ну, вот так это хорошо. После завтра приходи. Я думаю, все будет готово. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Извините Ничего себе компания Что там? Нужно подписать Сначала вот здесь вот фамилия и отчество, паспортные данные Потом здесь подпись Что ты пишешь? Это согласие на вашу госпитализацию принудительную Где? Подписать Ты еще спасибо Вот Вот уж говорить А если я и в больнице окачиваюсь? А? Как? Никаких гарантий никто вам не даст Подождите Но так, хоть и есть шанс Папа, мамуля, это безумие Я двадцать лет слышу Вот сейчас помрешь Вот прямо сейчас Ну что ж мне стохнуть, чтобы успокоить вас Тихо, 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 тихо Ну, Володь, прекрати, не надо Чего не надо, мам? Ну, неужели ты думаешь, так жизнь удлинить можно? Ну, подлезьте вы меня Выйду я через месяц Так это же не я буду С чужой кровью Больше двух килограммов не поднимать Всего бояться Все Пошли, Нина Пусть они сами разбираются А то у меня сейчас самого инфаркт будет Сам решай Твоя жизнь Папа, возьми такси Такси у меня свои есть Я там себе, Володь, готовлю к нам же Вот, и то, что вкусненькое Покушай, ладно? Нина Извини, папа Чего у меня твои извинения? Залей души Счастливы вам тебе Давай Сейчас я скажу вам то, что не сказал Даже вашим близким У вас прединфарктное состояние Шумы Аритмия Изношенная задняя стенка И все это на фоне, извините, постоянного медикаментозного допинга Ну, вы понимаете, о чем я говорю Ваш товарищ сейчас обмолвился, что вы собираетесь на гастроли в Узбекистан Жара, концерты, перелет Вы просто не вернетесь оттуда Всего доброго До свидания Что мог, я сделал Угу Зачем их пустим? Да я пришел, они сидели уже, их Танюх пустила И у мамы на твоих ключи есть Володя, я им про Узбекистан сказал, просто чтобы отстали Ну, что ты же не можешь сейчас в больницу Да и Фридман при них звонил раз пять И все плакал Говорит, что если не приедет, я кирдыху Предлагал, только не падай И 450 только тебе Но и нам удваивал Я тебя не уговаривал, просто было бы странно Он звонил, а я тебе не сказал Ты слышал вы жесты, кого-то арестовали после наших выступлений Володь, даже не думай Они сами представились У нас все нормально Нигде не подписи ничего Ты же знаешь, я не дурак Паш, я разве сказал, что дурак Я сказал, люди сидят Алло, да, девушка Париж, соединяйте Алло Здравствуй, родная Теперь скоро После завтра получу паспорт И сразу к тебе в Париж Хорошо, хорошо Какие деньги уходят, а? Сволочи А? Дуешь его, дуешь Когда же тебе хватит? Я смотрю, достала вот от кровати Кстати, куда это он у нас с тобой собрался, а? Правильно, в Париж О, шанс залезет О, шанс залезет Ворва Володь, Володь, тебе чего, плохо? Хорошо. Ну что, поговорили? Ты ей сказал, зачем ты едешь? Не смог. Погоди. А что-то я не пойму, а как же, они же тебе должны там больницу подготовить, а как же они это сделают, если ты не сказал? Ладно. Ты не смог, я смогу. Тоже проблема. Сам с ней поговорю. И я не поеду. Меня нет. Это наверняка Фридман, сам с ним говори. Надоело мне это, надоело. Буду, не буду, еду, не еду. Мы все отменили, мы людей подвели. Я целую неделю своим паспортом бегал, только чтобы ты лечиться поехал. Что? Все под хвост? Я не буду с тобой больше работать, ищи мне замену. Паша. Что, Паша? Что, Паша? Скажи, что едем. Как? Аэрофлотом, аэрофлотом аэрофлотом Аэр Франц туда не летает. Давай. Леня, Леня, просыпайся, просыпайся, все как договаривались. А что, Володя? Ты же говорил, он не может... А что, Володя? Володя, Володя. Нормально, Володя. Лучшие мужи. Пиши. Гостиница. Значит, я, Володя, Сева Кулагин. И ещё запиши Анатолий Нефёдов. Какой Нефёдов? Я не знаю, никого Нефёдова. Что вообще будет делать здесь, Нефёдов? Он ничего не будет делать, это Володин врач. Как же я разжарел. Вот как же меня разнесло-то, а? Вот, Танька, смотри. Вов, ну это же мои джинсы. Да ты что? Давай лучше я тебя соберу. Расстегни, порвешь. Ну, надо же. А я смотрю, лежат. Думал, у них на сцену. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Отлично. Ну это идиот! Да, 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 да. Опаздываем, быстро пошли. Я иду! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Режь, фельдшер, а он боится. Я говорю, режь, сука! А то они тебе везел, разрезали. Ну зачем? Шкалик! Ну, чиклышки! Да, да. Правда, не довезли, конечно. Умер. Мерзость же, мерзость. Зачем ты эту мерзость рассказал? Сюжет, может быть. Оно и песня. О, охренительная песня, слышишь? Молодец тут мучается, ночей не спит. А то ли как он пальцем в носу поговырял минуту, а вот тебе песня. Че он в носу поговырял? Че он в носу поговырял? Так оно и было. Носу. Да, да, так и было. Так это не шкалик был. Это была бутылка шампанское. Даже не бутылка, это было ведро с краской. Вот, точно, он был маляр, он полез на лестницу, чихнул. Ну, и ведро с краской попало ему краха. Слушай, не веришь? Ты пойди у ребят спросить. Нет, ты пойди спроси у ребят. Там две бригады было, две бригады. У ребят, у ребят. У ребят, у ребят. Сейчас поеду спросить. А постой, куда поедем спросить, мы же опаздываем. Кто-то за язык тянуло. Да успокойся, Марш. Я в театр поднимесил. В аэропорт ели. Че тоже не веришь? Да какая разница, история классная. Вот так она смерть ходит вокруг. По дому бои нету. Кого? Никого. По всему Советскому Союзу ездят. Ну тогда заходи в кассу, бери эти корешки. Че еще? Если просто зайти в кассу и взять корешки, они укажут концерт в отчетах, товарищ генерал. После каждого концерта они собираются и жгут корешки. Концерт закончен. Доказатель, что он был, нет. Поэтому мы завербовали администратора Ташкентской филармонии. В моем отчете он фигурирует под оперативным именем Сибиря. Он изымет часть корешков с каждого концерта и предоставит их нам. А также сделает заявление о необходимой связи. Думаете, если у него пизяномы известны, что ему никто нету не скажет? Поручено нам. Не МВД. Так что мы еще докажем. Ихнюю бездеятельность. Не бескорыстную. Все. Встали, пошли. Все. Спасибо. Дальше сам. Простите. Давайте скорее. Давайте скорее. Пусть. Спасибо. Спасибо. Скажи. Полчаса самолет стоит. Ждет тебя. О, все было в Кулагин. Дальше. Республика Денебеса. Ступи. Называй. Нужно сейчас. Скажи, Кулагин. Дальше. Володь. Ну и что мы делаем? Работать едем. Наливать так же нельзя. Так же невозможно. Учем так. Мама твоя звонила. Утром. А, понятно. А я говорю, что давай полный нож, полный кран, полный кран. А я куда-то хватаю, вот такой шаг. Хватай, прям на газ. Принад газом. Вот так. А потом, подвигай. Копин. Кной. Почат на. Не сидели, пожалуйста. Посидел. Ну и ничего. Спасли. А ты говоришь, что ты не. Ты не. Комсомолк. Комсомолк. На хрена, не комсомолк. Девчонки мои говорят, вези ковер. Ну, какой ковер? Ну, куда я? С этим ковером? А? Ну, вот что там? Ковер, Севка, только со мной. Ну, ебка, вы не спелы. А-а-а! 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 Успеем! Привет! Толя! А, Толя! Нефёдов! Понял, да всё! Слушайте, ребята, ну ситуация серьёзная! Ну, нас парня! Серьёзные граншлаги сплошные, а как подломать иначе? Рисов сплошные граншлаги! Да-да-да-да-да! Вы знаете, мне даже работник пришёлся в багаж. А, ну тоже хорошо. Оль, я тебе обещал, всё сделаю, автограф с меня. Ну, вы же. Давай на вас. А-а-а! Здесь так или не сейчас? Боже! Ребятки, вот там багаж есть. Давайте, а мы с вами будем. Павлович, ассалям алейкум! Ох, да. Такое дело... А, может, не будем работать, а? А, же заводим первый. А-а-а! А-а-а! Володя, я сделал броню. На одном месте. Ты можешь уйти прямо сейчас. Ребята завтра отборю. Вот номер броня. Ноль сорок двух пять. Леня, что случилось? Опасно, Володя, опасно. Ну, могут быть проблемы. Ну, давай одним разом пожертвуем, а? Я не за себя боюсь. Хотя... И за себя тоже. Но у меня предчувствия, понимаешь? Предчувствия. Леня, все будет хорошо. Или плохо. Ну, раз ты не волнуешься, не боишься, то я что? Пусть будет, как ты хочешь во мне. Ты сам решай. Пассажир, класс. Пассажир, класс. Пассажир, класс. Пассажир, класс. Если же вопрос, так просто спросите. Правда, что у меня нет. О, дяденька, простите? Не вы битвы сыграли? Ну, давай. Иди в баню. Тихо-хо-хо-хо. Аппаратура, да. О! Мальчик, кудрявый. Чё грустно? Ташкент, город хлебный. Ты мне скажи, он работать сможет? Вот расскажи, то-то покажи. Сами дергайте, другие дергайте. Ну, скажу я. Чё ты сделаешь? Я хотел узнать буду. Слушай, не спеши меня, а? Сочувствующий. Присосались с ним на загрелку. Сочувствующий. А тебе он такой сочувствующий тоже. Морфином уколол в спармели, чтоб не мучился. Тоже по сочувствованию, одним словом, да? Убей. Убей. Чё, говоря, если с ним что-нибудь случится, я тебя умрую. Да ничего с ним не случится. Успокойся. И тебя. Сейчас в гостиницу. Я вместе с вами. Я тоже там живу. Володик, мы с ребятами вот в этом ажаре. Да. Все крови. Ими. Вот с тобой поездку. Мы там поговорим. Вы с тобой? Володик, гитарыш, подпогайся, давай. Володик, я на такой семь лет отработал. Поехали. Володик, я на такой семь лет отработал. Поехали. Я билеты запустил, как корову языком слезал. Подожди, а вот тут что такое? Ну то. Что то? Ну то, а что? Леня, ты видишь, куда я показываю? Что это такое? Минус десять процентов распространителя. Ну слушай, нормальная ситуация, чего ты? Сколько? Десять процентов. Леня, ты пять процентов. Что это такое? Пять процентов. Слушай, минус десять. Пять процентов. Леня, десять. Леня, ты пять процентов. Паша, десять? Пять. Паша, десять. Побойся богом. Обычно вообще берут пятнадцать. Паша, десять. Леня, столько работают люди. Ира Моисеевна. Семьи. Это только за срочность. Товасоцкого и так перед уходят. Да, а срочность приглашённые тоже запущат, да? Какие приглашённые? Приглашённые? Володя просил позвонить начальству. Зачем? Что значит «зачем»? Потому что он страхуется. Он страхуется. У вас проблемы. А начать-то в сале, значит, нет. Ваша дверь. А? Да. Да, да. Да, иду, иду. Здравствуйте. 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 Вызывали? Здравствуйте. Вот наш больной. Здравствуйте. 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 Знаете, у него острая почечная колика. У нас врач с собой. Ложитесь. Паша. Да, 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 Володь, сейчас. Ну что жалуешься? Мы с вами... Ч-ч-ч-ч. Я, кстати, да. Ты... Они звонят? Был звонок из 318-го номера. Ташкент, Силармуниев. Еще скорую вызвали. Кому? В Люкс, к Высоцкому. Зачем? Говорят, у него колика почечная. А сколько? Сейчас 15. Дай послушать. Доктор, добыть и вы нам просто оставите лекарство. Сами, понимаете, вдруг опять начнется. Здрасте. О, вот наш доктор пришел. Нефедов. Здрасьте. Тоже врач. Можно вас на пару слов? Прошу. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, тут такая история. Фамилия. Это самое... Количество не рассчитали. Несколько раз было плохо по дороге. Сделай подругу. Здрасьте. Завтра на концерт должен прийти первый секретарь обкома. Мы не можем рисковать. Это запрещено. Это подсудное дело. Да, подсудное. Ну, давайте, давайте неформальничать, пожалуйста. У вас тоже завтра женой с детьми. Приглашаем на концерт. Придете. Главное, мы заплатим. Да, подождите. Так Вы меня неправильно поняли. Оформляем ложный вызов. Что тратаем? Если будет еще один звонок, мы сюда приедем с милицией. Я прошу прощения. Как Вас по отчеству? Я забыл. Мы же не хотим, как чтобы было хуже. Мы... Вот ведь сука какая, а. Блин, он же думает, что он принципиальный тварь. Паша, ты же обещал, что был. Володя, 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 ты не горячись. Я сейчас все устрою. Володя. Я сейчас сам сейчас. Володя, послушай меня. Володя, выпей. Володя, надо выпить. Надо выпить. Давай. Да что мне твои таблетки? У меня сейчас жило лопнуло. Я понял. Я понял, Володя. Я все сделаю. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Ты уже сделал все. Ходит, отдыхает. Турист, твою мать. Паша, пошли. Куда? Ну иди сюда. Десять минут. Я все сделаю. Ты выпей пока. Немножко снимет. Да? В Москве есть что-нибудь? Да, в Москве полно. Я дома спрятал. Танюха, давай. Пусть везет. Ты с ума сошел. Он меня убьет, если узнает. А он доживет? Давай, звони. Звони. Туфа. Эй! Эй! Товарищ! Брат, брат, подожди! Ух! Не могу ли, да? Ты же не делай! Что вы делаете? Эй! А ну стоять! Кто там? Брат, баня! Брат! 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 Туфа! А ну стоять! Что ты делаешь? Что ты делаешь? С ума сошел! Убьете же, ну! Я поколу тебя! Может быть, вызовем милицию? Не надо. Держи, что ли? А то полночи здесь простай. Виктор Михайлович. 318. Паш, ты? В кабинете у Володи под кроватью коробка с лекарством. Значит, берешь ее... Что случилось? Сейчас, подожди. Сейчас, как я лететь? Скорее, в Кашкент, а потом сразу же сюда, в Бухару. Добирается как-то. Да, да. Только прямых рейсов нет. Значит, прямой в Кашкент. Оттуда как-то добираешься до Бухары? Я не знаю, как. Я не знаю, как. Я не знаю, как. Ну, возьми. Такси, возьми. Поезд. Поезд. Не в коем случае. Какой поезд? Не-не-не. Значит, поездом не надо. Поездом не надо. Не-не. Не-не. Леди Семеновна. Ты говоришь, тут есть театр. Ты отстала от трупы. Что ты летишь в Кашкент? Да если билеты нет. Да нет, билеты есть. Если нет, то идешь на подсадку. Места есть всегда. Ясно. Я поняла. Хорошо. Данечка, голубушка. Давай. Давай, давай, давай. Поторожайся. Иначе случится что-то страшное. Я чувствую, подведем вы людей. Хорошо. Возьмутся только денег за вас. Может, проедем их? Курница. Там возьмем. Все. Так. Ждем. Ну и как она поедет? Ты соображаешь, а? И что ты предлагаешь? С Володей поговорить. Пусть себя в руки возьмет. Ох, я б тебе не советовал сейчас говорить с Володей. К тому же, зная Танюху, она уже в дороге. Мы ее не сделаем. О, здрасте. Ты почему здесь? Что там с Володей? Спокойно, спокойно. Ну ты с Володей, ты что? Спокойно. Не, ну нормально, все нормально. Что? Спи, Володя? Молодец. Фух, ладно, ребята, я пойду полежу. Так, вы тоже давайте ложитесь, отдыхайте. Завтра выезд в восемь. Все, пока. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра дотянем. А вот завтра. rebo 2,�. Тоняльщик. А вот, прилагает тяга. По некому зону. До завтра. До завтра дотянем вас этих двух моих воинков, быть, по факту, продаюбро пац sourчи, Этаです продумала такая одна, Для наших воинков, быть, за д Todoу ж τη. Ташкент, ближайший рейс сходил. Я из театра на Таганке. Илья Высоцкого, я из-за лекарства. Девушка, а я? Я плечу в Ваньской кассе. Возьмите без датчиков. Отдайте, спасибо. Не мешайте работать. Ну, если лекарство, умереть можно. Ну как, нет билетов? Должны же быть какие-то брони. Посмотрите. Ну, помогите, а? Кто там? Иди-ка сюда. Лень, что за лекарства? Я не понял. Он болен? Чем? Это я тебя спрашиваю, чем? Виктор Михайлович, ну я же не доктор. Он принимает наркотики? Ну, я к этому отношения не имею. Ты нет. Ладно, Лень, работай. Виктор Михайлович, а когда вы их, ну, то есть нас? Ну, чтобы я знал. Наверное, когда мы билеты будем сжечь? Много вопросов, Лень. Поступай, как обычно. Что-то есть? Пока все тихо. Я. Слушай меня внимательно. Возьми кого-нибудь по Толкове, в машину и в Ташкент в аэропорт. Самолет из Москвы, где-то в обед. Пассажирка Татьяна, лет 20. Дома и красивая. Хочет ехать до Бухары на машине. Вычислишь ее, задержишь вместе с багажом и звонишь мне. Работай. Есть. Рустам, собирайся, поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Куда подключаться? Дорогой, это кто? Не волнуйся. Мы из Республиканского радио. Дирекция вся в Думарину. Подсоединяй. Стерео писать будете? Ага. Ладно. Здравствуйте. Ты меня после какой песни объявляешь? Как пойдет. Перед вами выступит актер театра и кино. Сочините своих знаменитых песен, а также он часто работает для вас на эстраде. Выходим в пластинке. Встречайте! Владимир Высоцкий! Словно бритва, рассвет полоснул по глазам. Отворились курки, как волшебный сезан. Появились стрелки, на помине легки. И взлетели стрекозы. С продувшей реки. Блин, зачем так орать? Так все страшно. Двер руки! Двер руки! Давай, дура! Мне нужно в Бухару. Ты что? Это же через пустыни. Если что-то случится с машиной, я не пойду. Сто двадцать, видите? Сто двадцать, видите? А может есть? Есть. Татьяна, приезжайте, подойдите к правосудованию, вас ждали. Молодой человек, Москва уже вышла в седанку, еще повторять будете? Тогда за четыре раза. Утром был транспортный борт, я запроводительник документов указала, Европа Татьяна. Спасибо. Отложила? Я боюсь, в другом встрече считать начну. Не тех боишься, дура, давай быстрее, ну, давай. Вот. Дарит роспись, мы больше не волки! Я нарочно начал с песни, чтобы у вас не осталось сомнений, кто перед вами. И, пожалуйста, включите свет в зале. У нас, знаете, не такой концерт, как в Кремле. А сейчас я расскажу о нашем поколении, ну и о себе, конечно. Итак, песня «Баллада о детстве». ПЕСНЯ 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 Оказывается, автобус уехал два часа тому назад. Отец, кто-нибудь до Бухары сегодня машину убрал? Вряд ли, так далеко. Кто поедет тут? Куда тебе нужна машина, командир? На Бухары. Да, Бухары? 150 тысяч? Сколько? Всего-то ты уже годна. 200 рублей товар на Бухаре. Поехали. Куда? Машина там стоит. Там вещи. Ну, ну, что? А что, Махмадом? Присмотри за ним. Что я сделаю? В городской? Да. Капитан, выйди. Извини. Виктор Михайлович. Она уехала два с половиной три часа назад. На красных «Жигулях» третьей модели. Номерной знак 77-49. Ульяна Зинаида Искандер. Водитель Мамедов Алимха. Тридцать седьмого года рождения. Как ты ее проглядел? А тут военные порти выпишу. Догнать сможешь? Нет, догнать уже не получится. Она сейчас прижим к вам. Киберов. За старшего. Здравствуйте. Не Ташкент. Как Ташкент? Булгстер. Ну а сейчас, как я уже обещал вам ранее, я бы хотел рассказать вам историю про нашего общего друга, который, находясь на гастролях за границей, приобрел на собственные деньги радиоприемник, который он принес к себе на кухню, поставил и, забыв прочитать инструкцию, включил. Температура воздуха 25-26 градусов. По области... Так-так-так, ну-ка давай, приляг. Давай-давай, приляг, приляг. Так, дай-ка руку. Ну-ка, 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 ну-ка. Горло. Говорить более. Ты что-то в ледки не пьешь, а? Ну-ка присел. Давай-давай-давай-давай. Ничего с тобой не будет. Такая, я с тобой. Ну а дент для вас читал Николай Козер. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Друзья, демок для вас Владимир Высоцкий. Я очень рад, что вам понравилось. Вообще, актер должен оживлять все, к чему прикасается. Для этого нужна особая наблюдательность, фантазия. Все вы это делаете хорошо, правда? Да. Вообще, что это делается. А что с этой пойдет, если не надо? Не знаю. Мы выйдем нормально по патраму. Толя, а что нормально? Ну что нормально? Вон там себе гробит, а мы тут смотрим? Попробуем писать для вас. А мы не смотрим. Все труднее, труднее. Мы ждем. И это не гудро, не усталость. А это как в шахте. Вот если она вообще не появится. Все глубже уходит, все дольше становится. Доставать. Да я для тебя выгляжу вообще. Слушай, а что ты такой грустный, а? Вся Тамара их будет. Скупаешься. Докупание взяла. Нет? Я тебя сам искупаю, Джоанин. Разговаривать не хочешь? Если будешь хорошо себя вести, тогда я тебе говорю. Если будешь хорошо себя вести, тогда с Жиком довезу. Даже денег не надо. Остановить. Сейчас. Прямо где-то здесь, вот сейчас я останавливаю. Сейчас. Разворачивайся. Как разворачивайся? Молодцы. Серик, я тебя на и шагу пенсирую. Гранат тебе еще на машине. Стой. 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 Руки. Я лекарство обезду. Выходи с кого? Так он его. Это, по-моему, молодец. Помогите! Стой! Стой! Помогите! Стой! Стой! Я тебя не смогу. Извините. Извините. Назад. Встал, как образан. Нет, нет. Сегодня точно к амбразуре. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стой-сера-сера-сера-сера-сера-сера-сера-сера-сера-сера. Извините, я на бис не пою, а спасибо большое, очень теплый прием. Я бы даже сказал жаркий, но у вас климат такой, жара. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Я довезу вас до остановки, нормально доедете, автобусы ходят и машин сломался. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 чтобы вы не сомневались, кто к вам приехал, но сегодня я петь вам не буду, к великому сожалению, я потерял голос. Володя, в концерте, все равно состоится. Конечно, мы все понимаем. Я сделал все, чтобы было интересно. В театре говорят. Да, конечно. Уважительная причина неявки актера на спектакль – смерть. А мы живы, значит, никаких изменений. Начнем сначала. Здрасте. Здрасте. Свободен. Есть. Проходите, садитесь. Ивалия Татьяна Петровна. Да. 19 лет. Сумочку, откройте, пожалуйста. Позвольте. Ничего не хотите мне сказать? Это лекарство. Мое. Можно вашу руку? Другую. Не ваше. Ты понимаешь, что сейчас судьба твоя решается? Приобретение, хранение и транспортировка наркотиков – срок от пяти до семи лет. Покрываешь как-то. Они забудут тебя завтра же. Ну так, забыла выложить? Да. Город Анадырь, знаешь? Я там родилась. Что ж мне с тобой делать-то, а? Знаешь-ка что? Давай, напиши мне объяснение. Лекарственные препараты, привезенные мной из Москвы, принадлежат мне. Ивалия Татьяне Петровне. Да, укажи количество. Сорок ангел. По пять кубических сантиметров. Там число поставят и подпись. Все так. А я здесь напишу, что составлено в моем присутствии. Бехтеев Виктор Михайлович. Можешь идти? А я это могу забрать? Конечно. До свидания. ПЕСНЯ Значит так, вот, заканчивается. Уходит, чингис хороший, сразу к дверям примерный. И в коридор никому не пускают. Есть. Дима, хочу обратиться. Есть. Ждите моей команды и входите. Там настроило. Где? Уф, я дичарю. Че это? Ладно, работайте. Я так шутеристый уже больше двадцати лет. И я буду обязательно продолжать писать для вас. Но с каждым разом все труднее и труднее. И тут не годы, и не усталость. Знаете, как в шахте. Угольный. Все добрые, осылые. Все дружи ходят, все дольше становится. И тогда не взорвать. Не бывает, что напрасно. Все добрые, осылые. Больше нет. А бывает, что не нужно. Как ты что-то смотришь. А я еще с ним. Я расскажу вам о театре. Танюха, приехал. Ты же его привезла. Принесла же. Он умеется. Сейчас. Слушай, зачем ты умеешь? Он сейчас в таком состоянии. Я говорю, если у тебя он не сразу бы в Москву отправит. А я тебе уже сейчас в гостиницу. Пошли с вами. Что ты здесь сошел? Что ты? Пойдем. 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 Не говори ему, зачем ты приехал. Он меня умеется. Он соскучился. Все. Все. Слушай, садись, садись. Слышишь, значит, отвезешь ее в Заравшан, поселишь 221-ю к Высоцкому. Ясно? Все. Все, Танюха, позже. Я считаю этот монолог на протяжении спектакля три раза. Первый раз, как бы разудительно, как будто, ага, размышляя, как будто этот вопрос у героя. Решает уже, ага, много лет подряд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не могу. Необязательно. Вера, душа, жду в город и буду петь. ВОЛОДЯ 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 Включай быстрее что-нибудь Вот у смерти красивые широкие осколы и здоровые крепкие зубы. Улыбнёмся ж... Вот, всё у меня. Мне-то что делать? Тебе ждать и боец. Гуляй. Здравия желать вас. Так, здесь закрой, не пускай никого. Апу, давай. Михалыч, они на месте. Ждём команды. Понял. Через минуту. Что делать будешь? Сейчас задерживаем его. Как задерживаем? Там помимо левых концертов ещё, они наркотики с собой привезли. Тихо, хорошо, подумай. У нас есть все основания. Вот может, член ЦК, преступники, наркоман, слушаем и аплодируются, патроны. А? А вон тебя аплодируют. Минуту. Минуту. Артист переодевается. Встреча. 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 Ну, это я буду решать. И я буду говорить, когда надо будет. Отвой, давай. Тибиров. Улыбаюсь, я волчий, ухмилкой в разу обносаю гнилые. Да, джин, вживая на ныше. Уходи. Уходи. Помоги, люди. Есть. Уходим. Уходи. 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 Спасибо. Спасибо. Танюшка… Танюшка… Таня… Выгонять меня нельзя, и ругать меня нельзя. А теперь я спать. Худо. И путить меня нельзя. Перестань. Я только легла. Какой только легла? Уже, небось, часов двенадцать спишь, а? Хм… А поваляться? Хочешь – валяйся, а мы на базар идем. Севки ковер покупать. Я тоже хочу. Ну, так давай. Я тоже хочу! Я тоже хочу! Это кто же меня встречает? Как стоишь перед полковником? А сам-то как стоишь перед полком? Мы вот стоим, коротеньки. Ну, здорово,ятелька. Здорово. 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 Чего приехал? Поговорить. А по телефону? Вить, я Высоцкого веду четыре года. Опытом делиться. Не перебивай, дай скажу. Я действительно могу тебе помочь. Но это не главное. А что главное? Ивлева Татьяна Петровна. Хорошо работаете. Ага. Мужчина. Позвольте мне. Камера. Моя камера. Моя камера. Трябая. Моя камера. Хочет. Мой yarn дот. Мой, мой. Моган. Ну что, берёвку, записать? А? Ну что, смотри! Эй, ну что ты делаешь? Ну что, берёвку записать? Вроде под болой ключом бьём. Сюда? Так, сейчас с ума будет. Ну-ка! Вроде бы, вроде бы. Смотри, смотри! Ничего говорить не буду! Вот этот лучше, чем тот. Бери и уходи с базара вам! Это кто? Какие? Слышал такой? Подадите в солнце, смотри, на варен ты не слышал. Эй, брат, там еще Левин в Тюркейке стоит, светлый путь показывает. Если так, вещь-то новая, понимаешь, а что ты новая? Они кидают ее на воду, чтобы позеленело, и все. Отходите, сесть сюда, все слючие ковра покупайте у меня, потом всю жизнь благодати, всю жизнь благодати. И почем ковер, 100 рублей и часы свои сливать, и тоже были. 100 рублей, часы, часы, не могу, Арсовские, в таны. Город, город, слушайте, он прет все. Он обманывает дуэль. Его не слючие вершества. Это же не твой конек. Сейчас у меня мой бурин. Столько в разов все. Эй, эй, через юнку, подожди. А после этого, давай покупайся, да? Давай. Эй, эй, подожди, подожди. Эй, смотри, у меня хороший, смотри, какой он. Нет, подожди, пожалуйста, ну, пожалуйста, подожди. У меня хлеб отбираешь. На меня, смотри. За 200 отдам. Ты хороший человек, за 200 отдам. 180. Не, не, не. Не, я 180. Не, 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 не. Тогда туда пойду. Я тебе просто 100 подарю. Давай, давай, я забираю. А всей души, уважаемый. 180. Эй, какие деньги, а? Ну. Я тебе не помню, что-то. Я свое дело сделал. И сыраилов встречал. Шум в республике. Все бабайны концерт подалились. Грамотно готовили подарки. В общем, мне приказано никаких действий. Я человек подневольный. Разбирайся со сыраиловым. Витя, я тебе говорю то, чего говорить нельзя. На политбюро утверждена предолемпийская программа. Понимаешь уровень, да? Я при чем? Ты не при чем. Я при чем. Я ответственный за то, чтобы Высоцкий не просто участвовал, а так как нужно участвовал. Вот скажи, ты когда с Ивлевой работал, ты думал, что через нее можно на него давить? Ну, думал. Ну? И что? Так я только и предлагаю довести до ума то, что ты начал. Под тобой качается серьезно. Обещаю, помогу. Но узбека твоего найдем, как воздействовать. Что ты хочешь только есть? Перед самым отлетом снимешь ее с самолета. И все. Жара невыносимая. К эргану едем в три. Поставлено без пятнадцати? Угу. По спине немного. Ну и по традиции восточной, первый кусок сладкого арбуза достается у нас... Ну, давай-давай-давай. Попадешь ты ко мне? Да, алло. Париж? Соединяйте. Да, конечно, соединяйте. Откуда она ставит телефон? Откуда она? Да и подкинут. Откуда? Алло. Алло, Сева. Да, здравствуй. 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 Сова, Бьян. Здравствуй. Сева. Сева, что случилось, что с Володей? Да все хорошо с Володей. На рынок ходили. Где он? Где он? Позови его к телефону, Сева. Ну, хорошо. Ну, хочешь, я к ним скажу? Кому с ним? Где он, Сева? Да они на другом этаже живут, с Леонидовым. Да не во... Все хорошо с ним. Сева, с ним что-то случилось? Беги с ним. Все, я бегу. Прямо сейчас бегу. Все. Сейчас он тебе перезвонит. Все. А что бегать-то? Что ты бегаешь? Двадцатый век, телефон же есть. васIt's not goodump. Т rec饉. Алло? Алло Танечка, прибежал этот придурок? Валя, Владимир, встань! Валя, Владимир! Володя! Володя! Вова! Володя! Слышишь? Язык. На месте. Дыши. Подавай. Подушку принеси. Так, давай. Под лопаткой, чтобы ровная линия была. Ровная. Вытри, вытри. Что это? На шатырь придурок разлил. Замой быстрее. Не сиди, вытри. Сейчас сам уйдешь. Качай. Слышь меня. Слышь. Толя, он что, пьяный? Уйди ты, мешаешь. Это я мешаю. Он что? Вова? 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 Не принеси, я котил. Володя! Эй! Вова! Давай! Вова! Ты что делаешь? Ты же обьешь его. Удрите ее! Ай, тихо ты! Не тратай его! Толи, не надо! Допусти ты меня! Отошли все! Идиот! Ты меня убил! Тварь! Отошли в электричество! Доигрались Умер Володя Звони Михалычу Лучше скорую вызови Сначала Михалычу Ответь Ответь, я подожду, давай Да Что? Он умер Поехали Подожди, ты же хотел Ты же, мы же, что же, где же Поехали Больше советов Сбавь скорость и сирену выключи Давай здесь Плохо, что ты знал его состояние А мер не принят А сейчас, в чем гнать-то Езжай спокойно Дай-ка я в ту машину пересяду Тормози Ну чего ты, иди Не психуй, все уже произошло Кстати, для тебя не худший вариант Да и для меня Вылезай Вылезай, не спеши Вскрытие не допусти ни в коем случае Почему? Если выяснится, что он умер от лекарств, которые Ивлева привезла, тебе кранты, грузок Я, что ли, их привез? Ты знал и не изъял, значит, взял на себя ответственность Первым делом Приедешь в гостиницу Найди и забери лекарства Бумаги потом почистишь Главное Чтобы пока никто ничего не знал Вышли из машины Я в управление Виктор Михайлович У нас-то какая задача? Гена, отдыхни Бехтеев Дай сверклоск Заблокирование Отключить телефон Я буду через 30 минут Зайти транспортилы вы Ну давай, ну вставай Ну что, ну давай Ну давай Паша, а который час? Два сорок три Вскрытие можно не производить Сердечная недостаточность Ну вставай Где Фридман? Ну вставай Ну хватит его теребить-то Ну хватит диски-то Ну кого ты обманываешься Ну умер Умер Тот, ну сделай что-нибудь Че я могу делать? Клизму могу вставить Тебя Хочешь? Хочешь, дубина? Телефон не работает Че делать, Толик? А я тебе скажу, че делать Яму, рой Яму Метр на два Понял? Давай соберись Делай что-нибудь Клетку грудную Можно Вскрыть Открытый массаж сердца Еще что? Адреналин колет Ну Прямо в сердце Но нет такой иглы Ну нет такой иглы Но я не оделал никогда Я... Давай Сделай укол в шею Сделай укол Мам 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 Давай Давай Раскачку давай А то оставлю тебя здесь А то оставлю тебя здесь Самый умный Бросай курить! На, беги, что за санция? Ну что, думаешь, я не могу чувствовать? Значит так, слушать меня, съем машину! Ага! Вот! Вот так! Давай-давай-давай! Володь, ты даже пустой, я тебя видать не можешь! Ой! Люди, где родители, черные, ты с другатскими дружишь, чем больше масса, тем больше трени. Сейчас, сейчас все будет. Давай! Давай! Ну давай! А вот, иди в там! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я что, плохо тебя вел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините. У вас дверь открыта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гостиницу разблокировать, машину убрать, телефоны включить. Выполняйте. Полежи. Ты как себя чувствуешь? Простите, ребят, жара. Ты это, может... Все в порядке, Толя? Вернемся, я его сам в скрифер засуну. Утритесь, утритесь, я подожду. Я что-то не пойму. Вы как сюда? Вам, собственно, чего? Я так думаю, товарищ ваш работать сейчас не может. А без него вам здесь делать нечего. Поезжайте на Карла Маркса, 14. Это авиакасса. Там бронь на фамилию Леонидов. На самолет до Москвы. Так что собирайтесь. А коробочку я, с вашего позволения... В самолет с ней никак. Володь, ты как там? Я здесь, Сева. Я здесь. Все, все хорошо. Ай-яй, ну и бардак у нас. Ну, чего сидим? Надо же собираться. Усевка, с вами, ковер-то пригодился, да? Ну, значит, чего? Давайте к моему скатаем. Да? А это все в узел. Так, паспорта собрали быстренько. Мы завтра уезжаем. Вообще-то можно было меня спросить. Паспорт давай. Я не поеду. Поедешь? Да вы что, сдурели, я могу работать. Ты можешь, а я не могу. Ну, езжай, а мы с Фридманом доработаем. Паспорт давай, Володя. Павел, пошел вон, это наш последний разговор. Паспорт давай, я тебе говорю. Вов, тебе только что было плохо. Поедем, а? Так, а ну-ка все встали и вышли отсюда. Давай, 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 давай. Слышь? Пусть это наш последний разговор, но завтра мы улетаем. Здесь нельзя больше оставаться, Володь. Давайте в Москве все объясним, а? Что ты можешь объяснить? Ты здесь не кто, и я за все отвечаю. Володь, на два слова, а? Это без меня. Слушай меня и не ори. У меня из комнаты исчезло лекарство. Все, нас спасут. А теперь подумай, даже не о себе. Это всем конец. Доставал Толик, везла Танюха, лежала у меня, а колешься ты. Что везла сюда, Танюха? А ты думал, я тебе в аптеке на Ракату купил? Твое. Твое. Продолжение следует... 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 Должна быть справка, выдаётся при учении. Я подтверждаю, что она, она шаг на встречу. Пройдёмте, разберёмся. Погоди, есть тут какой-нибудь начальник? Я начальник. Я нужен такой, кто и тебе. Не знаю такого. Пройдёмте. Владимир Семенович, вот там на балконе человек. Он сказал, он сказал, что, он сказал, что без паспорта никого не сажать. Я не знаю, я первый раз его вижу вообще. Но я бы пустила, Владимир Семенович. Спасибо вам. Это он у меня документы забрал. Командир, жди здесь, я сейчас. Стоп, Паша, вот здесь никуда не уходи. Володя, постой. Володя, подожди. И Таню я отправлю потом, будь взрослее, а они тебя провоцируют. А ты сделаешь, что им вообще не волнует. И всё, ну что они сделают из-за паспорта? Да ничего ты сделаешь, что им вообще не волнует. Сейчас разберёмся. Володя, этот человек способен намногое получить. Непорядочный человек, он знает, как давить на самое больное. Ты что-то знаешь, Лена? Да, я знаю. Я знаю, что им нужен ты. Не я, не Таня, а ты. Поэтому самое лучшее, тебе сейчас туда не ходить. Лучше ты уедешь. И всем вот это хорошо. Как я вас зовут? Виктор Михайлович, Володя! Володя, он будет говорить тебе обо мне. Это правда. Прости. Виктор Михайлович, здравствуйте. Я вас где-то меняю. И вас тоже. Здравствуйте. Давайте пройдёмте. А то он тут как раз. Да. А ты куда? Нет, Владимир Семёдович. Пожалуйста. Туга. До тебя ещё дойдёт очередь. Корешки-то прикладил? А он что, вам не рассказывал? Ну ничего, потом расскажет. Стой здесь, не пускай никого. Прошу. Я вам не швейцар! Конечно, не швейцар. Ты с их сыном. Поэтому делай, что приказывает. Хорошо, я постоял. Это что же, пыточная у вас такая? Депутатский зал. Вы располагайтесь, времени у нас мало. Давайте ближе к делу. Это всё из-за концертов, что ли? Садитесь. Отдайте. Что? То, что взяли. Это? Или... Это. Паспорт. Ивлева Татьяна Петровна. Подозревается в совершении действий по статьям 221 и 223 УК Узбекской ССР. Приобретение, хранение, транспортировка наркотиков. Дала объяснение. И подписку о невыезде, и почерк узнаёте? Это лекарство, оно принадлежит мне. И это? 37,5. По 5 купеческих сантиметров, а было 40. Начали, стало быть, лечения. Вы? Как разговариваете? А как бы вы хотели? Нарушен закон, совершено преступление. Это моё. Это моё. Это всё моё. Благородно. Думаете, вам ничего не сделают? Может быть. Но только ей не поможете. Пойдёт по тем же статьям с участницей. Только деяния будут, групповые. Срок больше. Испугал. Ну и что дальше? Езжайте в Москву. С вами там свяжутся. Наверное, будут выдвинуты какие-то предложения. Если вы их примете, я думаю, дня через три Татьяна Петровна будет в Москве. А пока Фридман поселит её в ту же гостиницу, если хотите, в тот же номер. Арестовывать я её не стану и даю слово офицера. Допрашивать тоже. До ваших московских решений. Каких решений? Этого я не знаю. Я прошу. Всё в ваших руках. Договаривайтесь в Москве. Вы её задерживаете, чтобы меня на поводке держать, да? Боюсь, огорчу. Я бы и поехал, и поклонился бы ничего. Корона бы с головы не упала. Только вы её тогда не отпустите. Она будет сидеть, а я на поводке бегу. Так я её угроблю. Это способ для тех, кто за шкуру свою боится. Вроде оправдание. Я не для себя, я ради неё. А мне, Виктор Михайлович, жить на две затяжки осталось. Так убедительно всё рассказали, слово офицера дали. А вот сейчас позвонят Михайлович к Нагея, и всё. Потому что всю жизнь в ошейнике. Кажется, такая полезная вещь. Ну как без неё? Не поймём, мы с вами друг друга. Давайте помогу. Давайте, давайте. Что писать собираетесь, Владимир Семёнович? Правда. Не поверит никто. Самый оговор. Мотив понятен. Хотите помочь близкому человеку. А у меня признание ивлево и подкреплённые оперативной информацией и вещественными доказательствами. А у вас слава. А вы хоть понимаете, что вы делаете? Главное, тюрьма. Пережить можно. Пережить можно. Ну это же... Пережить. Все отвернутся. Даже самые близкие. Отвернулся. Значит, не любили. А вдруг не отвернутся. Ай, ивлево. Она же сидеть будет. Отпусти её прямо сейчас. Помнишь, как у Пушкина? На волю птичку выпускаю. Люди птиц из клеток выпускали, чтобы самим свободнее стать. Попробуй. Вот. Володя! Вот! Володя! Вот. 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 Вот так. Все. Ничего у тебя на него нет. Володя, у него ничего на тебя нет. Ничего у него на тебя нет. Вот так. Капитан. Вот это на улицу унеси. Слушаюсь. Все нормально. Все нормально. Вот так. Прометей Хренов. Какой есть. Натяйте, идите, оформляйтесь. Клоун. Леня. Ты человек. Володя. Простите, пожалуйста. Извините. Прошу. Пожалуйста. Какие вопросы, голуба? Ну, давайте уже, а! Никаких. Внимание, встречающиеся. Рейс номер 8. Извините. Задерживайте. Попрессивно. Летим. Марьяна. Рейс номер 8. Попрессивно. Задерживайте. Володь! Володь, дуэты ходят. Что, договорились? Летим! Попрессивно. Уважаемые пассажиры. Командир, направляйтесь. Ваши приветствуют вас на борту нашего августа. Майкайте, у нас в поле сачеки. Идите по маршруту Дашкент-Ванкла. Расчетная общая пассажирная. Рапорт на марье-2. Класса, плачет, градус, 30 секунд. Мы сейчас просмотились. Примойте, кемплексное положение. Идите, когда... Все, за удачную пассажирку. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное я сделаю, но он за ней пишется. И в Америку летят. Денем управления. Зачем? Ну, мать где-то появлю, я борьбу. Все у меня с собой. Так, девушка, обрелся. В чужбине свято наблюдаю. Обычай древней старины. Попробуй пишет. Можешь песен с Фридманом. Цирки выступать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улыбаясь, мне ломали крылья. Мой хрип порой, похоже, он был на войн. И я немел от боли небесея. И лишь шептал, спасибо, что живой. И влопнуло во мне терпение живо. И я со смертью перешел на ты. Она давно возле меня кружила. Попаивала стойко хрипоты. И знаю я, что лживо, а что свято. Я понял это все-таки давно. Мой путь один. Всего один, ребята. Мне выбора по счастью не дано. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...